Серия личных приемов Алексея Валова продолжилась в городском поселении Фрянова. Мама троих детей Анна Попова повторно обратилась по вопросу улучшения жилищных условий. При этом на учете в местной администрации она не состоит. За почти год, прошедший с момента первого обращения, помочь женщине не смогли. Алексей Валов взял вопрос на особый контроль с решением в течение двух-трех месяцев. Вам необходимо предоставить место работы, где определяется, что есть служебное жилье. Хорошо? Хорошо. Тот же вопрос улучшения жилищных условий у Галины Монаховой. Она и еще несколько семей проживают в доме 6 по улице Московской, износ которого составляет 87%. К тому же дом коридорного типа. Предоставление комфортабельного жилья – большая проблема для Фрянова. Отдаленность поселения тормозит многие вопросы, в том числе застройщики сюда идут неохотно. Рассматриваются варианты разве что переоборудовать под квартиры здания общественного назначения, например, бывший детский дом. Фермер из деревни Костыши Ольга Ларина просит выделить земельный участок под фермерское хозяйство. Семья содержит порядка 20 коров. Какой фермер без земли? Сами понимаете, работать как бы это невозможно. Это приходится каждое лето, нам нужно где-то искать, как нам пасти, где нам заготавливать сено, понимаете? Алексей Валов задал вопрос главе и руководителю Фряновской администрации. Почему не приводите на инвестчас? Оказывается, к местным властям Ольга Владимировна и не обращалась. На инвестиционный час выводим, она докладывает о том, что готова. Мы ставим задачи приступать к формированию пакет документов на то, чтобы получить эту землю. Длительные работы требует и проблема, с которой обратилась Елена Рогачева, а вместе с ней и все жители улицы Могутовская, поселка Фрянова. Жалуются они на то, что их улица является единственным проездом в СНТ Козино, а это несколько сотен домов. Эта ситуация длится уже много лет. 20 лет назад, когда создавали с СНТ 1 и 2 казино, должны были сделать какую-то подъездную дорогу личную к этому СНТ. Но что-то там произошло, я уже не знаю, дорогу не стали делать. Сейчас казино разрослось до 600 домов, и все они пользуются нашей улицей, которая всего 23 дома. Жители даже отказались от асфальтирования своей улицы. Боялись, что это еще больше усугубит опасную ситуацию с проездом по ней десятков машин в день. Что мы должны были сделать? Дорогу положить асфальт и сделать тротуар с ограждением, перименем ограждением, чтобы детишки не выбегали на дорогу. Значит, на общем собрании улицы, в присутствии представителя ГУДХ, на месте выезжали именно решать эту проблему, жители категорически отказались от того, чтобы мы там делали асфальт. Едва ли при планировании СНТ еще в советские времена не предусмотрели подъездную дорогу. Алексей Валов поручил поискать ответ в архивах, найти проект планировки территории Козино. Мы переносим прием на пустынный год. Сейчас мы разберемся то, что есть у нас в архиве, найдем Козино, разберемся все-таки, какая там была логистика транспортная и проект планировки. И исходя из этого уже будем принимать решение. Ряд вопросов Алексей Валов перенес на прием в Щелково, там, где необходима консультация районных специалистов. В целом отметил, что местные власти работают хорошо, но недостаточно контролируют решение вопросов, с которыми люди обращались к нему раньше. Буду чаще ездить на прием, буду стараться больше информационного поля создавать, для того, чтобы больше людей приходило. А так они молодцы, они, я считаю, многочего дела.